Одеваться приходится, конечно, потому что батареи совершенно холодные. 14 декабря приходил директор, были слесаря, сказали, что можно менять стояк. Эмма Вяткина говорит, что в её кухне настолько холодно, что приходится включать обогреватель. У женщины слабое здоровье, она очень страдает в такой обстановке. Обиднее всего то, что проблему можно легко устранить. Сотрудники управляющей компании «Жилхоз» сказали, что ремонт займёт пару дней, и отопление заработает в полную силу. Однако, чтобы заменить стояк, слесари должны попасть в каждую из квартир, расположенных одна над другой, с первого этажа по девятый. Все собственники согласны впустить рабочих, кроме одной из соседок. Не пускается 45-я квартира, где живёт Киселёва Нина Ивановна. Она отказалась менять стояк, сказала, вот ежели я надумаю летом ремонт делать, тогда поменяю, а так меня всё устраивает. Так как она здесь не живёт, конечно, её всё устраивает. Ну ладно, я ещё старая там женщина, ещё укутаюсь, то другое. На 40-й квартире там двое маленьких детей. Им же тоже холодно. Незговорчивая соседка объяснила, что у неё на кухне стоит мебель, которая закрывает стояк. Чтобы начать ремонт, надо всё разбирать, а ей это делать не хочется, по крайней мере сейчас. Но Эмма Вяткина не готова мёрзнуть до лета. Она даже пыталась подключить участкового. Однако и у того не получилось убедить соседку. Директор управляющей компании «Жилхоз» Юрий Иванюк рассказал, что тоже в курсе проблемы и готов хоть сейчас всё исправить. Без дополнительных плат в составе существующего тарифа будет выполнен ремонт по замене данного инженерного оборудования. Мы готовы выполнить, жители не готовы предоставить место для выполнения работы. Юрий Иванюк сказал, что пытался уговорить хозяйку 45-й квартиры дать согласие на ремонт, но безрезультатно. При этом он подчеркнул, что закрывать коммуникации мебелью запрещено по закону, как и препятствовать их обслуживанию. Собственники жилых помещений законодательно обязаны допускать управляющую компанию для выполнения работ в местах общего пользования. Стояк отопления является местом общего пользования всех жителей данного дома, является общей собственностью. Юрий Иванюк рассказал, что в его практике бывали подобные случаи. Приходилось даже подавать в суд на несговорчивых собственников. И он очень надеется, что на этот раз здравый смысл восторжествует и до решительных мер не дойдет.